здравствуйте уважаемые доброго времени суток меня зовут ника я живу и работаю в нью-йорке и я рада что вы посетили мой канал на котором я рассказываю о винтажных украшениях американских и немножко рассказываю о том где как я их нахожу и сегодня у нас будет видео посвященное достаточно большому разделу американской бюджетерии это украшение созданные native american их так и называют native american jewelry то есть это украшение созданные коренным населением америки ну как бы вдаваться сильно в истории не буду но вы все знаете да что до колонизации соединенных штатов эту территорию не только соединенных штатов и собственно и северную и южную америку заселяли ну так называемые там туземцы индейцы как как у них много было разных названий ну скажем так коренной население америки то которое в общем то существовало каких-то с давних времен и понятно что они как и абсолютно любые люди нуждались в чем-то прекрасным красивым и как любые любая нация создавала свое свои свои украшения с искусство украшений с какими-то со своими особенностями присущими и конкретно этому населению и до момента колонизации украшения я видела их музей они они на самом деле очень грубые больше всего нора выполняли функцию не украшательскую а скорее всего наверно это защитно очень много каких-то талисманов каких-то таких символов защищающих но с момента колонизации когда колонизировалась америка испанские конкистадоры привезли с собой на тот момент передовые ювелирные техники такие как барелье в гравировке филигрань и понятно что индейцы ювелиры или там как специалисты по изготовлению украшений максимально попытались перенять и как бы произошло немножко смешение смешение стилей и украшения стали более презентабельные ну и понятно что из поколения в поколение все это дело совершенствовалось и украшения которые сегодня мы будем смотреть они ну скажем так были созданы за последние условно не знатом сороковые восьмидесятые вот то есть это винтажные украшения это не антик и скажем так я немножко еще два слова скажу группах чтобы потом когда мы будем смотреть нам проще было понимать что откуда значит и грубо говоря значит все украшения которые вот сейчас современные появляются их делят на четыре группы первая группа это украшения созданные скажем так коренным населением населяющим территорию канады современной канады и здесь отличительная особенность это растительный орнамент животные ну то есть как бы понятно что северная скажем так северная часть континента и как бы сильно разбежаться там ниоткуда камней там нет и так далее поэтому в основном значит серебро или или как или какие-то сплавы и что-то такое растительное орнаментное коней они очень любят у них много очень много символов государственности поэтому как бы такая специфика скучновато честно говоря большого такого прям интереса эти украшения не вызывают дальше это южная америка это часть территории бразилии аргентина уругвай тут особенность заключается в том что они создают крупные украшения очень крупные используют деревянные керамические бусины и даже бисер такой они как бы сами умеют это делать дальше декор животного происхождения у них очень активно используется типа как шнуры перья вот это вот все такое ну натуральное дальше третья группа ну как на меня мне кажется одна из самых интересных это украшение произведена на территории мексики здесь конечно разбег очень большой недостаточно много украшений и мы сегодня посмотрим это использование очень активным оболонам и использование их сплава там серебра с какими-то металлами называется это альпака и какие-то религиозные элементы но имеется ввиду не религиозные там католицизм или христианство а религиозные до того как они приняли скажем так православие имеется ввиду какие-то башки там и символика мая религиозно очень активно используется также не знаю наверно все таки до флора и фауна тоже очень много у них всевозможных растений животных и так далее вот и на территории сша известно две как бы группы как бы изготавливающих украшений изготавливающих когда они еще изготавливают те украшения которые мы сейчас можем назвать винтажными это наваха и зуни наваха заселяют то есть они находятся сейчас если вам будет интересно когда-нибудь расскажу подробнее они находятся на территории резервации сейчас все но это не имеется ввиду что их насильно там удерживают а это способ сохранить культуру и если как бы человека подтвержденные корни которого является найти в американ и он готов жить в резервации то соответственно он получает достаточно большие бенефиты там и большая сумма денег такая приравнивается к хорошей американской зарплате еще к чему-то но он не может ассимилировать например уехать нью-йорк и и потому что если он уезжает и нью-йорк и идет на работу он лишается этих всех бенефитов то есть как бы все эти пособия для того чтобы он оставался в этой в этом населенном пункте чтобы он занимался там этими всякими этническими ремеслами такими да как вот изготовление украшений у них там есть изготовление посуды их там какой-то еще чего-то одежда все это очень нравится туристам они туда приезжают они скупают это все потому в розницу сейчас особенно очень модно всевозможные украшения их носят где вижу очень много и вот именно именно наваха чем отличительно тем что в основном это серебро и полудраги бирюза коралл малахит иногда бывает еще лазури там чуть-чуть встречается ну как бы меньше а зоне они населяют юго-западную территорию сша и здесь как бы сложнее их отдифференцировать потому что в зависимости от того у них есть такая как бы особенность культуры ты там живешь на севере своего региона и на юге и на западе и так далее и присущи абсолютно разные разные разная цветовая гамма там может быть и желто-коричневая и черно-белая и красно там какая-то еще и так далее вот но тоже такие они но у меня есть пару украшений покажу но сказать что там они пользуются какой-то большой популярностью то нет то есть в основном вот все таки мехико и и наваха и так давайте начнем с сильно долго я наверно говорила если не интересно перемотайте первое это украшение созданные индейцами населяющим территорию канады как я уже сказала да растительное происхождение значит смотрите да перенятаями техника филиграни это серебряная брошь выполненная в технике филигрань так называемая орхидея вам мог встречаться этот цветок его выпускают вот такие очень похожие несколько несколько брендов я сейчас не готова сказать какие но там получше качество там хорошая позолота то есть они такие в желтом металле но как бы идея так понимаю сперта дело в том что много очень изделий фирмы выпускают вдохновившись ну изделиями индейских мастеров потому что ну такие коренные традиции у них очень интересные и достаточно часто я вижу какие-то там элементы там те же перья до металлические или там какие-то элементы как ловушка для снов там еще что-то но много чего так вот такая вот орхидея великолепно и красивая и браслет тоже растительный орнамент присущий для них тут один камушек правда потерялся вот и достаточно простенький ничего такого особенного это серебро маркированное серебро такие цветочки от крупного по центру и меленьких по краю вот это собственно как бы украшения созданные на территории канады дальше наверное я покажу вам украшения созданные на территории мексики очень мне нравится я очень люблю эти украшения и давайте мы начнем наверное с серёг любят женщины очень крупные украшения на на уши у меня несколько по моему есть или я не помню или одни в общем суть суть в чем в том что это всегда очень крупно это всегда она есть еще такие и всегда какая-то такая с одной стороны простая с другой стороны необычная форма это тоже очень известные известная форма то есть она изначально мексиканским населением делать но есть тоже компании которые здесь в штатах тоже слямзили идею немножко другая форма но очень похожи вот и вот такие вот они не очень тяжелые они просто дутые вот за счет объема но индейцы такое очень любят есть украшения должны быть крупные в чем кстати я с ними не могу не согласиться есть украшение ты берешь в руки ты должен понимать что ты взял украшение так это так называемые по-моему этап баллон если не ошибаюсь да это альпака баллон это баллон это раковина тонкая пластина баллона вставленная альпака это скажем так сплав надо почитать из подробно не помню но там содержится серебро и что-то еще какой-то еще металл сейчас одену хочу показать как это на руки ну достаточно симпатичный но они они так и пишут то есть они марки сейчас я вам покажу попробую показать то есть как правило пишут мехико альпака да надо почистить это все очищается она чистится так же как и серебро до до идеального состояния так вот такие сережки то есть это тоже баллон я подозреваю что тоже альпака да да альпака мехик ну и эмали эмали тоже достаточно часто они используют такие сережки тоже не все это не чищено я просто вам хотела показать как это выглядит скажем так как это выглядит изначально понятно что каждая хозяйка себе потом кто получит это украшение то почистит вот это брошь это тоже тоже по-моему нет это серебро уже мехико это мексиканское серебро то есть они не все изготавливали из сплава ну я так понимаю что это листочки позолоченные гроздь и винограда крупная брошь ну скажем так я не буду лукавить скажу что она тоже достаточно в америке она достаточно известна как сама брошь мексиканская и и кстати как подвес можно носить так и копии делают очень много поэтому но она встречается я даже иногда вижу в носке и на людях там она такая распространенная известная дальше еще вот такой вот браслет это тоже мексика это тоже серебро такой типа манжет ликав святи мастера их нельзя назвать искусными ювелирами да потому что все как бы изделия такие достаточно грубые но при этом у них вот что-то есть всегда да какая-то изюминка они на самом деле привлекают то ли формой да то ли там какими-то необычными да как здесь данной ситуации такой паркетность какая-то еще один браслетик это тоже серебро замочек тогу серебро и позолоченные такие проставочные диски так еще один браслет тоже грязненький в данной ситуации тоже он просто ничего особенного но такой интересный рисунок чернение они в технику чернения применяют серебре так еще один браслетик тоже это серебро его тоже надо чистить 925 труба написано стерлинга и вот мехико здесь такой меленький рисунок каждый каждый сектор какой-то символ животные какие-то и религиозные какие-то так подозреваю символы может быть значки май не знаю я не особо крупный специалист в скажем так в этих всех майских делах и последнее мексиканского происхождения украшение это серебро вот написано стерлинг тоже оболон или гелиотис как хотите пластина гелиотиса в оправе такой филигранной и такая характерная брошировочка вот они часто используют какие-то такие вот в стиле паркета 33 полосочки туда 3 сюда такая красивенькая брошечка миленькая маленькая так следующее наверное поговорим о наваха да так называемой начну я с вот этого украшения потому что это тоже очень популярная техника техника это наваха но и ее тоже очень многие пире пире переняли и и другие племена скажем так других племен мастера делают и фирмы некоторые был период когда это было модно этом 60 и 70 очень много украшений сделанных различными компаниями есть достаточно известно если вам попадется вы даже вы удивитесь значит что это такое это так называемое жидкое серебро значит как технически они это делают я не знаю я не вникала я знаю только скажем так факт так заключается в том что они делают вот такие вот трубочки до типа типу стекляруса это серебряные трубочки потом вручную они собираются на тросик там какая-то основа берется и создается многорядие иногда вставляют вот сюда что-то бывает бирюза и кораллы что-то там еще в моем моем украшении просто такие серебряные проставочные бусины вставлены и очень много рядов здесь сейчас я скажу сколько четыре пять шесть семь десять здесь 10 рядов но максимально что я видела это 100 это очень дорогие украшения знаете такие как вот в украинских народных костюмах вот на грудь женщины одевают всевозможные на мысто там и на мысто и этот господи скажите мне из перламутра баламуты там и корали и так далее то здесь вот представьте себе сто рядов жидкого серебра бус и на части из них конечно что-то обязательно висит потому что когда так много рядов то они всегда чем-то украшают ну и конечно это очень дорого стоит это такое удовольствие не из дешевых вот значит это первое украшение которых я хотела бы вам рассказать и показать дальше я покажу очень для них характерное эти украшения очень модно сейчас даже в сша за ними гняются покупают за большие деньги значит это серебряная подвеска или колье как хотите с кулоном и их характерное использование для них бирюзы видите она уже старенькая бирюза уже как бы зелень позеленела и кораллы это из кораллов единственно что может быть вот эти бусины какие-то синтетические может быть потому что видите если здесь цвет кораллов такой рыженький то здесь красный вот очень красивый орнамент крючочек застежечка такое чудесное обкрашение они есть всевозможные есть еще крупнее но это достаточно крупная смотрите я вот в ладонь возьму это достаточно крупное обкрашение но есть еще крупнее есть мельче разнообразие очень бляшое и как я говорю что сейчас гоняются за этими украшениями не знаю и делают ли они что-то подобное современно но современные теле они коренным образом отличаются от того что не делали даже там 20 30 40 лет назад это понятно да там из состежечки уже современный лоб в общем на короче выглядит все по-другому вот а за вот этим за вот этими вот такого плана украшениями просто идет погоня погоня так дальше хочу показать вам такую брошь я ее когда увидела я влюбилась как я уже сказала да это мы привезли основную массу украшений что там кое-что было у меня просто я собрала чтобы было что показать что было разнообразием вот это тоже бирюза посажена на не знаю на какой-то может быть смола какая-то или что-то такое и я так понимаю что это латунь очень старенькая брошечка но красивая и простая да вот казалось бы что ничего особенного вообще все очень просто но при этом красота так дальше дальше я вам покажу наверное да это это покупалась мной как сет я так думаю что да потому что похоже очень серебро 1025 проба и малахит то есть такой треугольный малахит есть какое-то повреждение на камушке ну я видела это но они хрупкие достаточно эти поделочные камни если ты его уронишь хорошо с хорошей высоты даже человеческого роста то не факт что не будет трещины вот и сережечки замочек крючочек цепочка такая грубенькая тоже работа и сережечки тут маркировочка есть 925 на этой тоже на цепочке тоже где-то я видела малахит вообще очень красивый камень да и не важно да кто его использует в ювелирке но он всегда повышает скажем так ценность изделия дальше у меня есть несколько украшений из бирюзы я не знаю я не вижу где-то у меня была еще вторая серьга ну покажу одну не знаю куда то я ее пристроила ну это просто кусок бирюзы которые так грубо подшлифовали вставили в оправу и ну это серебро тоже серебра три с половиной капли так и вот такое колечко тоже вот пробуйте все двадцать пятое серебро с чернением квадратный кабушон из бирюзы так и вот такое колечко разъемное здесь не помню нет по моему маркировки тут нет наверно это не серебро может быть серебро без маркировки не знаю надо потестить и вставочка тоже бирюза так дальше еще я покажу сережки тоже на ваха смотрите то о чем я говорила крупные и грубые гвоздики как бы тоже ничего особенного просто да взяли планку загнули ну что-то в этом тоже есть так и последнее украшение несколько штук я покажу племени зуни по крайней мере покупала я как украшение этого племени но скажем так доказатель я не докажу конечно что это действительно так но поверим продавцам как это на доверие вот такое колье замечательное понравилось оно мне очень и здесь видите как бы как они говорят характерно они используют многоцветия то есть если в наваха желтых камней не бывает никогда то здесь да что то ну мне кажется что это цитрин скорее всего ну и бирюза это серебро тоже я не помню где то ну где то есть маркировочка сейчас не буду искать красивое да колье очень красивое так дальше дальше они тоже используют жидкое серебро но я так подозреваю что жидкое серебро используют все потому что я и мексиканское видела вот сейчас секундочку вот такой подвес я не поняла с какой стороны он наверно как или типа двухсторонний не знаю с какой стороны лицо дальше это бусины сделаны из натурального перламутра посмотрите какая сказочная красота я вообще перламутр обожаю дальше и дальше с жидкое серебро застежка я так подозреваю не серебряная такая их какая то непонятная можно поменять серебряную поставить так и еще их украшение это не помню по моему север где используется в украшениях черно-белая цветовая гамма ну маски маски для всех индейцев характерны это пластик хотя вот такие вещи они делали раньше из кости вот но появился у них там пластик где-то шестятых семидесятых и начали они делать из пластика ну и бисер такое ничего особенного но в стиле боха если наряд например да какой то сарафан льняной то будет очень неплохо ну вот и все на сегодня я благодарна что вы приходите спасибо что начали подписываться тех кто раньше смотрел без без прописки вот и пишите ставьте лайки комментируйте пишите что нравится что не нравится пишите замечания мне кто-то спрашивает вы не обижаетесь нет я не обижаюсь если замечание я не не идеальный человек это понятно и я могу не все абсолютно знать несмотря на там что я там сколько-то лет этим занимаюсь и спасибо кстати девочки подсказали мне про колье которое в последнее в банке вот вы не поверите мне оно ни разу не попадалось у меня его не было в продаже поэтому я его вижу первый раз вот поэтому еще раз спасибо что обратили мое внимание вот поэтому конечно я не обижаюсь если замечания высказаны в тактичной форме если человек хамит я не разговариваю не не обижаюсь не читаю не читаю я просто этого человека удаляю в бан и так далее потому что здесь канал который я создала для того чтобы у людей было хорошее настроение и показать им потому что я например получаю искреннее удовольствие и прикасаясь вот к вот этим всяким вещам я это очень на самом деле люблю и мне вот хочется наверное просто поделиться когда да когда переполнен да какими-то эмоциями когда что-то находится интересное когда что-то что-то да вот неожиданно я не знаю в одном из видео покажу на прошлых выходных мы были ну тоже в одном в одном в одном из регионов Пенсильвании и просто в магазине где ничего не должно было найти с интересного мне попались баламуты как это по-русски перламутр да перламутр такие крупные бусины как таблетки и они вот знаете часто бывают вот эти если это бусины то там часть есть такая красивая с перламутром а часть какая-то мутная и так далее а здесь они просто сверкают с двух сторон везде ну такое феноменальное качество и производство Японии и просто я вау ну и когда у тебя переполняют эмоции ты хочешь с кем-то поделиться и я собственно ради этого создала канал чтобы поделиться с вами чтобы вы тоже могли насладиться этой красотой и я совершенно не приветствую никакие разборки в комментариях их не будет я сразу говорю что если кто-то приходит с целью как как устроить срач как говорит моя дочь то здесь такого не будет поэтому мы будем дружить мы будем наслаждаться красивыми украшениями и будем повышать себе настроение в этом мире так много поводов для депрессии что если появляется повод для чего-то радостного его нужно использовать на 7 я с вами прощаю всего хорошего have a good day bye bye ваша Ника а я